Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Я снова, как вы видите, в строю. Постарался поспеть к классическому и очень важному отчету для экономики США и для доллара, который является вездесущим для нас, для трейдеров. Это данные по рынку труда Non-Farm Perls, которые, безусловно, повлияют на будущие показатели инфляции, не напрямую, хотя, если посмотреть под определенным углом, может быть, даже и через прямое воздействие посредством роста зарплат. В конце концов, это влияние мы будем использовать, чтобы понять, что будет с инфляцией дальше. У меня есть дополнительные, скажем, вводные для вас. Я сейчас, безусловно, поделюсь. Хотя те, кто уделяет фундаменту большое внимание, уже, наверное, и без моих излишних комментариев прекрасно знают, что штаты добились необходимого, требуемого прогноза, точнее, плана, цели по росту инфляции, что, разумеется, сейчас фактически выступило решающим перед решением федерализированной процентной ставки, то есть перед сентябрьским, в обозначении той риторики, которая необходима. То есть сентябрь медленно, но верно наступил, друзья. Я вас еще несколько месяцев назад ориентировал на то, что мы с вами ждем повышения ставок в сентябре и, собственно, в декабре. Так вот, заседание Федрезерва уже совсем скоро. Ну, я надеюсь, что вы прекрасно понимаете, каким образом сейчас стоит торговать долларом, если у нас на носу такое важное решение. С чего хотелось бы начать сегодняшний брифинг? Пожалуй, с того, что, несмотря на мое непроложительное отсутствие, новостной фонд в целом практически не изменился. У нас по-прежнему США выступают генератором, возмутителем спокойствия, точнее, их внешнеэкономическая политика. И каждый день, обращая внимание на то, что происходит на рынке, я получал подтверждение того, что, судя по всему, протекционизм США направлен действительно на всю мировую экономику. И раньше наше с вами, ну, большей части даже мое субъективное предположение, миротворческое такое, что вряд ли штаты будут распыляться сразу на несколько направлений. И если уж так остро стоит вопрос торговой конфронтации с Китаем, скорее всего, вся их тактика будет сосредоточена на том, чтобы держать все, скажем, в конкретных жестких нужных им рамках, они не будут отступать, включать задних, будут давить, собственно, на Китай. А вот такие регионы, как Канада, Мексика, могут пойти по касательной, ну, в частности, на отношениях и будущих переговорах, точнее, идущих уже переговорах по НАФТО, внимание будет сосредоточено уже в меньшей степени. А если и будет, то, в конце концов, США предпочтут здесь договориться, чтобы, в конце концов, отстаивать свою позицию против Китая. Ну, друзья, те новости, которые поступают на рынок в последнее время, явно указывают на то, что, судя по всему, Соединенные Штаты Америки готовы проводить такую жесткую позицию против Канады, к примеру, против Европейского Союза, собственно, так же, как и против Китая. Мы в этом убедились буквально несколько дней назад, когда Европейский Союз предложил, собственно, отказаться от пошлин на автомобиле, в том случае, если США сделает то же самое. Но я думаю, что вы все прекрасно знаете, что это решение, это предложение было отвергнуто лично Трампом. Плюс ко всему, мы следим за тем, как обстоят переговоры по НАФТО. Вроде бы как были предварительные договоренности с Мексикой, и вроде бы как дело уже дошло до того, что эти договоренности уже скоро вступили в силу. Многие поверили в то, что аналогичный прогресс будет достигнут из Канады. Но в итоге раунд переговоров, который прошел на прошлой неделе, я хочу сразу сделать ремарку, потому что сейчас ситуация немножко изменилась. Вот на прошлой неделе недельные переговоры ни к чему не привели. Собственно, мы помним, как в минувшие выходные Трамп сделал довольно громкое и горькое для оптимистов по канадцу заявление о том, что нет никакой политической целесообразности, чтобы сохранять Канаду в рамках Североамиканского торгового альянса. Но с этим, друзья, мы вынуждены были работать с такими комментариями. Признаться, это немного подпортило ту картину, которую мы с вами прогнозировали увидеть по паре доллар-командец, потому что мы верили в рост канадского доллара и верили в то, что прогресс по НАФТа должен поспеть быстрее, чем это произошло. Но лучше поздно, чем никогда. Сразу спешу поделиться. Друзья, я думаю, что вы все вчера заметили резкое укрепление канадца, буквально под закрытие торговой сессии. Это укрепление было связано с появившимися новостями о том, что наконец-таки ситуация сдвинулась с мертвой точки по переговорам США и Канады. Без каких-то детализированных, скажем, комментариев я сегодня попробую найти подробности. Но я думаю, что на рынке их еще нету, потому что в целом те комментарии, которые на площадке были выкинуты, они лишь огласили о том, что наконец-таки эти переговоры стали конструктивными после того неконструктива, которое мы наблюдали неделю назад. Значит ли это, что все-таки, несмотря на раннее откровенное нежелание США идти на компромиссы, эта позиция изменилась и Штаты все-таки решили договориться со своим ближайшим географическим партнером, с одним из ближайших географических партнеров? Может быть и да. Я по-прежнему, как любую повторять, считаю, что стакан наполовину все-таки полон, нежели пуст. И практически не сомневаюсь в том, что какой-то прогресс будет достигнут в этих переговорах. И я не сомневаюсь в том, что Канаду сохранят все-таки в рамках НАФТО. Новое соглашение будет учитывать интересы обоих стран, и в конце концов Канад получит долгожданный позитив. Чтобы далеко не отходить от Канадца, очень важно сейчас отметить то, что мы еще на прошлой неделе, даже на этой, имели достаточно возможностей и поводов, чтобы отрасти по Канадцу, чтобы пара доллар-канадец пошла вниз. То есть, чтобы Канадец был бодрее, чем американский доллар. Почему? Потому что вышли неделю назад сильные данные от Вены. Сильные 2,9%. Это статистика по итогам второго квартала. Самый лучший результат. Лучше показать по приросту практически за год, а может даже чуть больше. Это повлияло на риторику Банка Канады о том, что нужно все-таки вернуться к политике более высоких процентных ставок. Сейчас никто не сомневается, что возможно уже на следующем заседании Банк Канады поднимет процентную ставку. Я тоже в это верю. Мы видели, что происходило на рынке нефти. Котировки снова добрались практически до 80 долларов за баррель. И рост цен на нефть должен был выступить не меньшим катализатором для укрепления канадца. Но почему же все-таки пара доллар-канадец оказалась на текущих уровнях? Буквально перед закрытием вчерашней торговой сессии вы видели то, что хай был сопоставим, по-моему, с июньским или даже с майским хаем. Можете посмотреть точнее на графиках 1,3220. Все-таки вывод напрашивается сам собой. Участники рынка сейчас не обращают внимание на перспективу повышения процентной ставки, не обращают внимание на статистику и на котировки нефти. Это в отношении канадца, разумеется. Они замотивированы на торговлю только одним фундаментом. Это перспективы нафта. И, соответственно, раз у нас появились вчера положительные комментарии, я думаю, что этот фундамент, друзья, мы сейчас с вами должны использовать по максимуму за него цепляться в расчете на то, что крайне перепроданная канадская валюта все-таки вернет свои ряды покупателей. Сегодня, с вашего позволения, на закрытии недели я не буду давать конкретные торговые идеи. Мы вернемся к конкретным рекомендациям буквально с понедельника. Я просто попробую обозначить конкретные тренды. Но все-таки, если сегодня и на что обращать внимание, я считаю, что на динамику как раз пары доллар-канадец. Потому что сегодня на повестке экономического календаря сразу два важных отчета. Это нон-фарм-пэрлс, которые повлияют на доллар, и это статистика по рынку труда Канады. И, соответственно, в зависимости от того, какие выйдут отчеты, мы увидим динамику. Если данные по рынку труда Канады не разочаруют, то, соответственно, канадец укрепится. Все-таки хочется сделать еще дополнительный комментарий о том, что торговать канадцам сегодня нужно с расчетом на то, что трейдеры продолжат отыгрывать вот этот новостной фон, улучшившийся по поводу NAFTA. И поэтому я считаю, рискну, вот лично я попробую сегодня поторговать, несмотря на то, что трейдинг априори будет сопряжен с большими рисками, ведь торговля на новостях это всегда очень рискованно. Но я попробую использовать сегодняшние локальные статистические драйверы для того, чтобы поставить на укрепление канадца. Вы сейчас можете посмотреть на содержание экономического календаря и увидеть, что по прогнозам ожидается слабая статистика. Так вот, как специально и всегда я делаю это для вас, анализируя последние данные, я хочу отметить, что каждый раз, когда на рынке был обозначен негативный прогноз, ну каждый раз из последних 8-10 отчетов, скажем так, все-таки данные выходили лучше. И в конце концов, вместо ожиданий канадская валюта укреплялась. Сегодня, я думаю, что для политического прогресса, который был обозначен по НАФТО, может появиться дополнительное поспорие для ралли в виде хороших данных по рынку труда, даже несмотря на то, что на эти данные никто из опрошенных экспертов не делает большую отставку. Поэтому, друзья, если вы готовы рискнуть на закрытии недели, давайте попробуем сегодня продать доллар канадца, можно прямо с текущих значений, с расчетом на то, что до конца текущей торговой сессии пара снова протестирует отметку 1.30. Если уж так сложится, что в понедельник у меня будет возможность поделиться с вами обновленным и улучшенным новостным фоном по соглашению НАФТО, тогда мы получим с вами весом основания, чтобы по-прежнему говорить о возможности долгосрочной коррекции пары доллар канадец в район отметки 1.25. Я думаю, что достаточно сканаться, можно переходить на другие инструменты. Доллар японская иена 110.59, вялые торги продолжаются, собственно, уже несколько недель подряд. То, что я отсутствовал в последние две недели, особенно картину не изменило, потому что мы как две недели назад говорили про текущие котировки, так, собственно, и сейчас. Хочется отметить отдельно очень сильные релизы, которые у нас вышли накануне. Это статистика по рынку труда. ADP 163.000 против прогноза 190.000. Хочется отметить пособие на заявки по безработице. 203.000 с 213.000. 203.000 это минимальное значение с 1969 года. И я напоминаю, друзья, что именно заявки на пособие по безработице и их количество готовят нас к цифрам по нон-фарм-пэдлс. Так вот, по прогнозам даже сегодняшние нонки должны все-таки оказать поддержку доллару через укрепление одного из важнейших, а может быть даже ключевых секторов экономики, то есть через рынок труда. Вчера у нас вышел еще отчет по СМ в сфере услуг 58.500, 55.700 тоже классный, очевидный позитив. Динамика улучшается, сфера услуг остается одним из основных драйверов для роста всей экономики. Производительность труда, на которую мы также делаем большую ставку, анализируем традиционно, каждый месяц выросла до 2,9%. Это максимальный показатель с 2015 года, производительность труда по итогам второго квартала. Сегодня, друзья, я хочу лишь напомнить вам, я надеюсь, что эти напоминания излишни, потому что, наверное, для многих из вас не требуется подтверждение того, как мы действуем по доллару, потому что по доллару мы сохраняем длинные позиции, покупаем американца против иены. И нужно сказать, я думаю, очевидную истину, что доллар большой молодец сейчас, особенно, когда настолько нестабильная геополитическая картина. Когда мы получаем сигналы обострения торговых отношений США с Европейским Союзом, мы получаем более очевидные сигналы ухудшения явного торговых отношений США с Китаем, после того, как Штаты, будем говорить лично Трампа, решили вернуться к политике жестких торговых условий и барьеров для китайских партнеров, через инициативу расширить вот эти импортные тарифные санкции, скажем так, и обложить дополнительными пошлинами 200 миллиардов, еще 200 миллиардов китайского импорта. Пока что решения нет, но вы знаете уже по накопленному опыту, долго ждать вступления в силу такого приговора торгового, ждать не приходится. Фактически, как меры анонсируют, спустя месяц мы говорим о том, что это уже должно, это реальность. Конечно же, на фоне подобной нестабильной геополитической картины, лучше делать ставку, логичная было бы сделать ставку на защитные инструменты. Японская иена должна была вырасти гораздо существеннее, чем сейчас. Но мы видим то, что котировки все равно по доллару японской иены держатся выше 110. О чем это говорит? О том, что доллар также обладает серьезным наследием, таким фундаментальным. И то, что доллар сейчас сохраняет свои позиции, все-таки, наверное, указывает больше на то, что трейдеры готовятся к тому, чтобы отыгрывать ужесточение монетарной политики, то есть рост процентных ставок. Поэтому, если вы сейчас зададитесь себе целью посмотреть на прогнозы, ориентиры на многих инвестбанков, вы увидите то, что по доллару японской иены как раз в контексте контрастно-монетарных политик, ставки убедительные на рост доллара из-за повышения сетябрьского и декабрьского процентных ставок, как цель долгосрочная 115, как была, так и сохраняется. Мы тоже держим такой ориентир, друзья. Поэтому хорошо, что мы не провалились ниже 110, точнее, не сильно глубоко уходили от этого уровня. Сейчас снова выше 110, сохраняем длинные позиции. И верим, друзья, то, что все-таки нам удастся завершить этот год поблизости метки 115. Доллар японской иена, да, она не динамичная валютная пара. Те, кто залез в нее, сейчас, может быть, тебя кусают локти, потому что видят, как динамично ходят другие валютные пары. Но, друзья, то, что вы находитесь долго в этой позиции, все-таки здесь есть один большой плюс. Опять же, низкая волатильность и довольно, я думаю, предсказуемая динамика. И, по крайней мере, даже если тренд развивается не в нашу сторону, то есть, если локально доллар теряет против иены, эти просадки незначительные и не заставляют нас сильно паниковать. Это своего рода валюта для керри-трейда, скажем так. Думаю, что длинные позиции по доллару и иене есть также в числе вашего арсенала этих инструментов, которыми вы торгуете. Нефтянка, нефть меня лично удивила своим восходящим движением в район 80 долларов за баррель. Я был начал шустрить по анализу новостного фона, с чем это было связано. Неужели что-то новое по Ирану? Может быть, санкции раньше вступили в силу, либо страны, которые раньше сотрудничали с Ираном, то есть, закупали иранскую нефть, здесь делают большую ставку на Китай тоже. Неужели там появились какие-то новости, которые указывают на то, что вообще мировая экономика больше не дополучит иранскую нефть? Ну, каково было мое удивление, когда я лишь наткнулся на подтверждение вот этого восходящего движения по нефти и увидел аргументы, которые, на мой взгляд, абсолютно несостоятельные. То есть, рынок нефти на чем рос? На том, что запасы там снижались уже, можно сказать, три недели подряд, запасы нефти. Хотя, если мы посмотрим на запасы бензина и нефтепродуктов, там у нас классический эффект нейтрализации. Я думаю, что запасы и не такой уж серьезный триггер для сейчас движения нефтяного актива. У нас, собственно, ситуация вокруг Ирана, почему-то оптимисты нужно отдать им должное, потому что им удалось вернуть котировки в районе 80 долларов за баррель. Почему-то они продолжают настаивать на том, что американские санкции, в конце концов, полностью исключат иранскую нефть с лобального рынка. Но это ведь не так, друзья. С иранской нефтью работают многие страны, которые лишь, скажем, две недели назад точно говорили о том, хотя три, если вы помните, я проводил параллели прогноза, спроса, предложения. Мы тогда анализировали ситуацию с вами еще относительно значимости Турции для, скажем, транзита ближневосточной нефти. Мы говорили о том, что Китай, раз уж полностью рассорился с США, только назло в Соединенных Штатах Америки будет как минимум на притяжных условиях сотрудничать с Ираном. А Китай у нас ключевой импортер. То есть, даже если произойдет какое-то чудо, Иран через сокращение производственных мощностей и снижение объемов поставок лишит мировую экономику, ну, я думаю, что не больше, чем на 1 миллион баррелей в сутки. Но это же смешная цифра по меркам и по масштабам всей мировой экономики, потому что 1 миллион легко могут окомпенсировать производители ОПЕК. И со ссылкой, правда, на блумбер хочу в качестве доказательства привести вам до того, что в августе страны ОПЕК увеличили производство нефти на 420 тысяч баррелей. Вы представляете, всего лишь за месяц 420 тысяч. Половину всего вот этого риска, который видят вокруг Ирана, если санкции приведут к крайне негативным последствиям и заблокируют, опять же, экспортеров иранской нефти. Совокупные показатели странами ОПЕК сейчас по добыче 32,74. Это много, я думаю, что перевалит, как и было запланировано, за 33 миллиона уже в перспективе ближайших 2-3 месяцев. Но даже если вам не нравится идея компенсации недопоставок Ирана ростом объема добычи в России ОПЕК, я думаю, что нельзя не считаться с идеей того, что торговый конфликт, о котором мы в двух словах поговорили, это США, Китай, в конце концов, станет причиной глобального экономического спада. Раз мировая экономика просядет по темпам экономического роста, за этим последуют более низкие аппетиты спроса в нефтянке. То есть это тоже своего рода компенсатор. Но как можно оправдывать это же восстановление цен на нефть? Хорошо, что цены на нефть развернулись. И был еще локальный фактор с штормом Гордон. Вот сегодня статью читал. Шторм, который так и не дорос до урагана. Действительно так, опасения были чрезмерные. Как бывает, лучше, скажем, заранее перевздеть. Но в данном случае правильная была позиция для буровых в Мексиканском заливе, потому что этот ураган мог, точнее шторм, перевести в статус урагана. И в конце концов, если бы производство не было бы свернуто, как мы помним, это могло бы сказаться на объемах нефтедобычи, через разрушенные инфраструктуры и, не дай бог, человеческие жертвы. До этого не дошло, потому что, опять же, шторм так и остался таковым. Последствия минимальные, друзья, и, по сути, этот фундамент уже сейчас даже не использовать, чтобы торговать нефтянкой, потому что это уже в прошлом. Гордон, в прошлом буровые возвращаются к работам, и опасения того, что из-за него сократится добыча в Мексиканском заливе процентов на 10-15, они уже, мягко говоря, максимальным образом оснежены. Нефть у нас корректируется. Я надеюсь, что в ближайшие дни все-таки на рынок вернется нормальная логика, которая связана с перспективами экономического роста, более, скажем, слабого спроса на нефть, и это должно выступить основанием для возобновления, собственно, коррекционной динамики. Все те торговые идеи, которые будут предложены мной в последующем, в последующие дни, на следующих брифингах, они будут предполагать снижение цен на нефть. Я напоминаю, друзья, то, что помимо видеоконтента мы традиционно опубликуем и торговые идеи в таком письменном формате. Вы можете посмотреть мои торговые идеи, там каждый день конкретная рекомендация по нефти с точкой входа, стоп-лоссом и тейк-профитом. То есть большинство этих идей предполагает снижение, можете ориентироваться на них в случае, если ортер достигает стоп-лосс, но ничего страшного, бывает. Цены на нефть и нефтянка остаются для нас ключевым приоритетным инструментом для торговли. Будут еще сделки, будут еще рекомендации. И, разумеется, в расчете на то, что нефть все-таки вернется к нисходящему тренду, мы получим целую, скажем, серию вот этих результативных позиций, которые принесут нам хороший доход. Я надеюсь, друзья, то, что ваше видение рынка по нефти совпадает с моим. Я буду стараться делиться с вами информацией по поводу того, что будет дальше. Но вы сами прекрасно понимаете, что в целом новостная картина, она осталась ровно такой же, как была две недели назад. Поэтому мы с вами настраиваемся на возобновление продаж и на то, что рынок все-таки снова станет медвежьим. Фунт против доллара вернулся в Британию свыше отметки 1,29. Хочу сразу сказать, ненадолго, друзья, потому что очень сомнительный прогресс, который был заложен в основу роста британца, он основан на комментариях якобы о том, что Англия и Германия не будут включать в, скажем, обновленную повестку обсуждения о Брэкзито положение, которое раньше вызывали массу споров. Вот это, скажем, дословная цитата того, что я вот прочитал в документах, которые были определены как основа для роста британцев. Ну, на мой взгляд, какая-то ерунда, потому что единственный спорный момент, который остается неразрешимым, это граница с Северной Ирландией. Ну и, разумеется, я не думаю, что за последние два дня ситуация относительно этого вопроса сильно изменилась, потому что если бы по этому вопросу был достигнут прогресс, фунт торговался бы уже в районе 1.33-1.35, потому что это фактически конец всем разногласиям, и, наконец-таки, прогресс по Брэкзито, который сдвинул бы ситуацию с мертвой точки. Но этого еще нет, друзья. Поэтому рынку подкинули какую-то положительную новость о том, что переговоры тоже продолжаются, наконец-таки стали конструктивными. Вспомните, сколько раз у нас было уже по Брэкзито таких комментариев. Однако положительная реакция длилась недолго, в конце концов фунт разворачивался и в итоге обновлял многомесячные минимумы. У нас цель с вами 1.25, друзья. Я по-прежнему вижу фунт только там, потому что я, как и две недели назад, абсолютно уверен, что пока что нет никаких оснований говорить о том, что Англия сможет сохранить доступ к единому европейскому рынку. Поэтому этот негатив нужно иметь в виду, учитывать в сохранении, опять же, коротких позиций. По австралийцу мы с вами очень близки к цели 0.70. Это уже цель супер, скажем, долгосрочного характера, потому что были ориентиры 0.73 у нас, мы этот уровень сделали. 0.70 я не ожидал, что сможем добраться, приблизиться хорошо к этому уровню так быстро. Текущие котировки 0.7154, друзья. Но на фоне того, что происходит сейчас в мировой экономике, я думаю, что австралийцы будут оставаться под давлением, потому что австралийцы крайне уязвимы от того, что происходит с Китаем, а Китай у нас в отношении к США, это центровой регион, за которым мы следим. Все плохо. По новозеландцу 0.65-0.68 это текущие котировки, минимум, который был зафиксирован 2 дня назад, 0.6528, при этом наша цель, вы помните, 0.65. Здесь вообще совсем все хорошо, и я надеюсь, что вы со мной вовремя развернулись и находитесь также близко к нашему профитному ориентиру. По новозеландцу большим негативом остается бизнес-настроение, бизнес-оптимизм. Я даже с вашего позволения позволю себе немножко изменить формулировку этого указателя, никакой это уже не бизнес-оптимизм, это самый настоящий бизнес-пессимизм, который остается на минимальных уровнях с 2007-2008 года, то есть это минимальное значение бизнес-оптимизма, бизнес-доверие к экономике со времен экономического кризиса, который вы знаете, я надеюсь, много, помните, со времен краха Лемон-Браза. Сейчас ситуация не меняется, опять же, основная причина Китая и то, что китайская экономика неизбежно замедлится из того, что сейчас происходит, даже в формате торговых отношений с США. Поэтому то, что происходит с Китаем, это приводит к негативным последствиям для новозеландского бизнеса в масштабах всей страны, потому что экспорт в Новозеландии был завязан на поставке, собственно, в Китай подавляющим образом. Страны океане будут оставаться под давлением, друзья, это предсказуемые тренды, именно поэтому мы с вами сделали ставку на снижение австралийца Невозеландца, мы очень близки к этим уровням, надеюсь, что в ближайшие недели у нас с вами будет возможность, скажем, даже восклицать о том, что какие мы с вами молодцы, что добрались до этих ориентиров. По рублю 69.25 здесь тоже перевыполнение наших с вами прежних прогнозов. Я думаю, что после слома сопротивления 69.70, это уже вопрос ближайших дней, рынок реагирует через распродажи, опять же, российских активов на новые пакеты финансово-экономических санкций, которые могут быть приняты со стороны США. Все мы помним, что в этот раз они коснутся уже и российского долга, в еще более негативном ключе. Если вы сейчас посмотрите на то, что происходит о рынке российских отечественных ОФЗ, вы сможете увидеть то, что доходность просто стремится к очень высоким уровням. Для рынка облигаций роста доходности отражает отсутствие спроса. Конечно же, в российские облигации никто не хочет вкладываться, потому что очень много уже даже не подводных, а очевидных камней, которые являются самыми настоящими препятствиями для хоть какого-то скромного, жалкого роста российской экономики. Новые санкции приведут к еще большим негативным последствиям. Соответственно, сейчас, если мы будем ориентироваться на показатели инфляции, чтобы понять, что будет делать Центральный банк, вы можете убедиться, что цель по инфляции достигнута быстрее, чем прогнозировалось. То есть, инфляция была ниже 4%, и Центральный банк наивно полагал, что она будет восстанавливаться в 4% в течение года. Однако, я думаю, что через пару недель мы уже увидим показатель. Разумеется, Центральный банк более не будет снижать процентные ставки. Я бы даже сказал, что через какое-то время мы с вами вернемся к разговорам о том, что Центральный банк России, возможно, даже рассмотрит политику более высоких процентных ставок для того, чтобы сдержать девальвацию рубля. Она становится все более и более очевидной, но в то же время 70 рублей за доллар. Это своего рода психологическая планка, которую мы видели уже. Но насколько дальше может быть стремительным ослабление рубля, это вопрос, который меня тоже интересует. Я думаю, что раз уж нам удалось на рубле заработать так неплохо, я думаю, что это одна из самых лучших сделок в этом году, потому что больше фактически 10% по валютной паре еще есть. Причем, я думаю, вы все прекрасно знаете и убедились на своих депозитах, каких цифр речь может идти в плане профита. Но как только мы сделаем 70, друзья, напротив доллара, я думаю, что можно будет оставить в покое на какое-то время пару долларов рубля и уж подождать точные, более детальные формулировки о новых санкциях, посмотреть, как российский фондовый рынок будет реагировать и готовиться, точнее, к ним пока. Ну и если все-таки мы поймем, что нет предела пока что девальвации ослабления рубля, тогда снова вернемся к ставкам на ослабление российской валюты. Но это уже будет, скажем, новостной фон, это будет то, что мы станем обсуждать в последующих брифингах, но не сейчас. Цель пока 70, друзья, делаем и спокойно выходим. На этом все. Немножко мы затянули, но я, честно говоря, не сказал даже половину, чего хотел. Думаю, что в последующем брифинге мы все наверстаем. Еще раз напоминаю то, что я снова с вами, друзья, снова в строю. Поэтому увидимся мы с вами в 9.30 в понедельник на брифинге, который проходит также в прямом эфире через перископ. Запись мы укладываем на канал на YouTube. Ну и также в понедельник еще и пройдет вебинар «Правильный понедельник», где мы крайне детализировано разберем события последней недели, может быть, даже последних двух недель еще посмотрю, чтобы закрыть все пробелы, которые могли образоваться именно в плане фундамента и оценки того, что на финансовых рынках происходит. На этом все, друзья. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что сегодня нас ожидает жаркий денек, но информировался данные по рынку труда Канады. Еще мы сегодня все же рискуем, продавая доллар против канадца, в расчете на то, что канадец получит поддержку хотя бы от статистики, и эта статистика должна усилить поддержку от определенного прогресса, который был зафиксирован по нафта, прогресса датирующегося вчерашней торговой сессии. Хорошего выходных, всего доброго, до свидания.